Сентябрь 1941 Это был грабеж, это было насилие, это было уничтожение На трех грузовиках в 27 ящиках гитлеровцы вывезли янтарную комнату в Кёнигсберг Где во время монтажа янтарного шедевра в Королевском замке обнаружилась досадная неприятность Одна из четырех флорентийских мозаик затерялась при перевозке Образцовый немецкий порядок дал трещину Мозаику попросту украл один из немецких офицеров Ахтерман Если бы он ее не похитил, то наверное она бы погибла точно так же, как остальные мозаики во время пожара Кёнигсбергского замка Янтарная комната пропала весной 1945-го По одной версии она сгорела во время бомбардировки Кёнигсберга По другой была спрятана нацистами в подземном бункере Так или иначе, ее местонахождение до сих пор неизвестно А вот уникальную мозаику осязания и обоняния спустя много лет наши специалисты обнаружили на Западе в частной коллекции и заставили вернуть в Россию И на нее идут и смотрят, боже мой, это подлинная деталь янтарной комнаты, единственное, что от нее осталось Война давно закончена, однако судьба многих произведений искусства, принадлежащих нашей стране, до сих пор остается неизвестной Все они тоже жертвы Второй мировой войны Где искать пропавшее? Как его систематизировать? Что должны вернуть нам? И что должны мы? И должны ли возвращать? Культурные ценности оказались заложниками политики, бюрократизма, а зачастую невежества Но время от времени они дают о себе знать А потом разными путями возвращаются на родину Оказывается, вот такие случаи и возможности И это как бы подстегнуло размышления о том, как обстоят дела Не рано ли мы обнулили счет? Можно сказать, что начинается правная точка в поисках вот этих предметов Вообще много загадок еще остается на самом деле Немецкие угрозы Культурологи еще до войны составили каталог В который вошли те культурные ценности Которые, по мнению нацистов, соответствовали идеологии арийского превосходства Яркий пример это фонтан Нептун в Петергофе Мы его сегодня уже немцы специально демонтировали Как произведение нюрненбергских мастеров Специально привезли через всю Европу в Нюрненберг Украденный фонтан наши специалисты сумели разыскать уже в послевоенные годы Разобранный по ящикам он хранился в подземном тайнике вблизи Потсдама Потом при распечатывании ящиков оказалось, что в одном из них находился трофейный мотоцикл вместо фрагмента Нептуна Но его сделали этот фрагмент и его восстановили Еще один шедевр немецких мастеров Большой Готтербский глобус планетарий Подаренный Петру Первому императором Фридрихом Сейчас он находится в Кунсткамере А перед войной хранился в Царском селе Оттуда он и был украден нацистами И вернулся в родные стены только в 1948 году Как перевозился этот глобус То, что было заранее предусмотрено все туннели Какая железная дорога Как он может проехать То, что для него была сделана специально Низкая платформа для перевозки этого глобуса Насколько важно было людям, которые вывозили этот глобус Чтобы он попал в Германию Гитлер, неудавшийся художник Собирался открыть для немецкого народа В своем родном городе Линце Музей шедевров, связенных со всех частей света Лучшим лучшие Знаменитая Венская академия художеств В которую дважды в 1907 и в 1908 году Пытался поступить Адольф Гитлер Возможно, стремление Гитлера стать художником Стало одной из причин Побудивших его создать в Линце музей всех времен и народов Музей фюрера Другие главари Третьего Рейха работали по своей программе Собирали личные коллекции Они конкурировали между собой Они старались украсть, вырвать у друга наиболее лакомый кусок Соревновались в роскоши Борман конкурировал с Кальтенбрунером А собранию Геринга завидовал сам Гитлер Гитлер в припадке бешенства назвал его королем в тех черных рынках Сохранилась инструкция Геринга Где на первом месте стоит все то, что отбирается до Гитлера Вторая позиция это лично он, Геринг Когда Геринг бежал на запад И понадобился целый воинский эшелон Чтобы вывезти его музей из поместья Каренхаля Во время Нюрнбергского процесса масштабная акция по расхищению национальных сокровищ И уничтожению культуры Была названа преступлением против человечности Я докажу, что массовое и огульное расхищение И ограбление частной, общественной и государственной собственности Немецко-фашистскими захватчиками Носило не случайный характер Разрабатывая свои безумные планы мирового господства Гитлеровские заговорщики Наряду с развязыванием и осуществлением грабительских войн Готовили поход против мировой культуры Теперь уже стало общеизвестным Какой чудовищной лжи и провокации Прибегали гитлеровцы, чтобы замаскировать свои преступления Со скамьи подсудимых главари Третьего Рейха Пытались убедить Международный трибунал в том Что тотальный вывоз произведений искусства Осуществлялся якобы только для того, чтобы их сберечь Это была основная идея, которая транслировалась нацистами В период оккупации И еще транслировалась в период Нюрнбергского процесса Все это представлялось как их сохранение Однако советская сторона представила убедительные доказательства Того, что нацисты целенаправленно уничтожали русскую культуру Ознакомлялся подробно с состоянием паникников Петергофа Царского села и Павловска Во всех этих городах я видел следы чудовищных покушений на целость этих паникников Все эти повреждения носят следы предумышленности Нацисты намеревались не просто завоевать Советский Союз Им надо было уничтожить культуру народа Язык, музыку, живопись, книги Вырвать корни Убить память Растоптать душу Они имели в виду вот эту мощную роль культуры, идентитета Убивали людей В то же самое время убивали культуру Стремились уничтожить культуру Это не просто какая-то гуманитарная криза Но это культурная чистка Не просто этническая, это культурная чистка Для уничтожения культурного кода русской нации Третий Рейх использовал средства, веками проверенные другими завоевателями Чтобы покорить народ, необходимо для начала лишить его духовной основы Всего за время войны на территории России пострадало 173 музея Чьи собрания были разграблены оккупантами подчистую Это большая беда, что у нас не было четких эвакуационных планов Мы не сумели эвакуировать наши основные ценности Они остались на территории, заняты противниками Нацисты обчистили и сожгли дотла усадьбу Пушкина в Михайловском Дом музея Чайковского в Клино Эта же участь ожидала и дом Толстого в Ясной Поляне Его успели спасти в самый последний момент Надо сказать, что больше всего пострадала как раз эта часть дома Вот эти комнаты, прежде всего, библиотечная верхняя Вот выгорела створка двери Здесь некоторые половицы были утрачены Собственно говоря, вот так выглядела эта часть дома Толстого Когда немцев удалось отсюда уже выбить И, конечно, мы видим просто следы абсолютного разрушения Остатки мебели Немцы жили в музее, как у себя в доме Пользовались посудой, спали где хотели Легендарный кожаный диван, на котором появилось на свет Несколько поколений рода толстых, был порезан штыками Вы можете посмотреть в комнате Софьи Андреевны На шкафах сзади сохранились еще до сих пор этикетки, наклейки На которых написано для нужд вермахта Все-таки они предполагали вывозить эти предметы в Германию Осуществить вывоз этих предметов им просто не удалось Однако более 60 предметов, принадлежавших русскому классику, все-таки пропали Из того, что по-настоящему жалко Седло Льва Николаевича, которое он любил, пользовался, много ездил верхом Часы, то есть какие-то утилитарные вещи, которые им были нужны, не очень большого размера Они просто подхватили и, уходя, забрали с собой Их судьба неизвестна До сих пор они помещены в реестр перемещенных ценностей, считаются утраченными Процесс возвращения культурных ценностей начался сразу после войны В американской зоне оккупации все найденные в гитлеровских хранилищах предметы искусства Свозились на сборный пункт в Мюнхен Оттуда после идентификации возвращались владельцам И когда два фронта соединились, мы когда союзниками поставили точку в этой войне Понятно, что часть пунктов попала к нам Включая в том числе и архивные хранилища в горах, там часть попала к союзникам В послевоенные годы Советский Союз вывез из Германии и те культурные ценности Которые нам никогда не принадлежали в качестве репараций Справедливой платы стране-победителю за нанесенный ущерб В тот момент он составлял по оценкам нашей стороны 652 миллиона рублей Это где-то в районе полтора миллиарда долларов на сегодняшние деньги И это было включено в состав наших требований материальных пораженным государством И, собственно говоря, считалось, что мы их с них берем в рамках репараций И, в общем-то, тема как бы как таковая закрыта К теме реституции вернулись в конце 50-х Когда правительствами СССР и ГДР было подписано решение о взаимном возвращении культурных ценностей В те годы Советский Союз вернул ГДР, а также Польша и Венгрии Более миллиона вывезенных предметов искусства Вот те, почему с меня только Дрезовскую галерею На самом деле огромное количество предметов Пергамский алтарь, вот в частности, он же был у нас Вернулся в Германию Саксонская земельная библиотека вернулась в Германию Много-много-много чего еще Казалось, что в теме реституции была поставлена точка Мы в течение 50 лет не интересовались утраченными ценностями вплотную То есть даже в то время, когда я приступил к работе Не было и до сих пор нет ни одного государственного органа Который бы эту работу координировал и как-то оформлял Однако в середине 90-х реституция неожиданно снова стала жаркой дискуссионной темой Когда в 90-е годы начался такой процесс пересмотрения некоторых итогов Второй мировой войны В тот период очень много шло публикаций, посвященные нашему перемещению немецких ценностей после войны Как компенсации наших потерь И забвение, практически полное забвение тех утрат, которые понес Советский Союз В результате Государственная Дума приняла специальный закон о перемещенных культурных ценностях По которому вводился фактический запрет на вывоз из страны любых трофейных предметов искусства Считается, что на тот момент это был единственный способ уберечь от разбазаривания музейные фонды Проблема реституции – это как спичка Достаточно изменится обстановки, можно поднести и начнутся конфликтные отношения между народными Между тем, кто кому что должен, кто у кого чего взял Даже в самой Германии весьма неоднозначно оценивают претензии на возврат из России экспонатов немецких музеев Мы должны видеть историческую ответственность Германии за эту войну Что весь этот грабеж, захват произведений искусства был начат самой Германии Другими словами, сегодня Германия не может ожидать от России Или от стран, которые ранее относились к Советскому Союзу Что они вернут ей произведения искусства, которые сейчас находятся в этих странах Эксперты единодушны Спорные вопросы по перемещенным в годы войны предметам искусства Необходимо решать в спокойной деловой атмосфере Каталогизация бесспорно нужна И проследовать и знать путь предмета и место его сегодняшнего нахождения необходимо Надеюсь, что настанет момент, когда эта работа будет комплексно и системно налажена Первый такой каталог утраченных во время войны предметов искусства Сотрудники Министерства культуры начали создавать в конце 90-х Мы прошерстили, грубо говоря, 14 архивохранилищ в Москве Все-все-все прочесали И мы обнаружили, что, собственно, то, что есть на руках у нас в архивах Это перечисление некоторых ценностей некоторых музеев Причем шли они под одним грифом Уничтожено, вывезено, повреждено Что из них повреждено, что похищено, что никто ничего не знает Тогда практически на спонсорские деньги был выпущен первый каталог Такой мягкой обложечки, но он открыл дорогу До этого вообще ничего не было Мало кто верил, что культурные ценности можно обнаружить и вернуть Ведь у составителей каталога не было никаких особых полномочий Когда вот начали вещи возникать на нашем антикварном внутреннем рынке И были попытки департамента обращаться тогда в правоохранительные органы Те разводили руками, говорят, коллеги, не имеем права Уголовного дела нет То есть это не кража же, то есть дело не возбуждено Нет состава преступления Одно дело составить каталог вместе с музейными работниками Другое дело искать их за рубежом и добиваться их возвращения Россия неоднократно на всех уровнях государственной власти заявляла Вопрос перемещенных культурных ценностей будет оставаться на повестке дня до тех пор Пока последний украденный предмет не займет свое прежнее место Мы имеем дело с национальным достоянием, поэтому, конечно, это дело государства Нужен все-таки документ юридический, который бы определял в этом отношении Наши отношения к этим предметам Древняя Тихвинская обитель Монастырь был основан Иваном Грозным в честь Тихвинской иконы Божьей Матери Написанной самим евангелистом Лукой Ее появление в новгородских пределах относят к 1383 году Тихвинская икона неоднократно оставалась целой и невредимой Во время самых страшных пожаров Даже когда сгорел дотла сам Успенский собор Главная же угроза для православной святыни возникла уже в 20 веке, после революции Здесь мы с вами видим, как поступали большевики с иконами Эта икона святой Пороскиевой Пятницы И вы видите, что вся она испещрена штыком большевика Уничтожить саму Тихвинскую икону Божьей Матери большевики не рискнули Или просто не успели Осенью 1941 Тихвин стал местом ожесточенных боев Немцы рвались дальше на восток В начале зимы 8 декабря они вошли на территорию монастыря Немцы здесь простояли всего один месяц Но, конечно же, они были хорошо осведомлены о тех ценностях, которые находились на территории монастыря И вот мы с вами видим здесь список из архива Розенберга И первой в этом списке числится Дасбильдер Готмуттер фон Тихвин Тихвинская икона Божьей Матери Всего в этом списке 64 предмета Тихвинская икона была переправлена в глубокий немецкий тыл Но не в Германию, а в Псков Немцы понимали значимость иконы для России Значимость икона для православных людей Они представляли себя как бы родителями, поборниками русской православной церкви Давали решения на 5 храмов Но, тем не менее, я видел документы, что мы дали русским церковь Только чтобы они как бы не активно, не сопротивляясь нашему вторжению, примерно дословно цитировать Протоиерей Николай Ломакин, вызванный на Нюрнбергский процесс в качестве свидетеля Рассказал, как на самом деле обращались оккупанты с православными храмами Троицкий собор Грандиозный храм С его замечательным хамостасом Весь этот храм немецкие войска расправили Вынесли из него все имущество И не только из него, но и из всех храмов города Вы не найдете ни одной иконечки уцелевших Не найдете ни одного церковного облачения Где не придешь, сердце обливается кровью От кощунства, от безобразия, от грабежа Людей, на всю Европу кричавших о своей культуре какой-то Интерацию все человечество Говорю в секс-трою Убилую Господу Бога Есть их вера Весной 1944-го, когда становится очевидным, что Красная Армия вскоре окажется в Пскове Немцы увозят Тихвинскую икону еще дальше в тыл В Латвию В Риге она полгода висела Православные ходили Немцы про икону в принципе забыли Дальнейшая судьба иконы связана с именем архиепископа Иоанна В миру Яниса Гарклавса Родившийся в крестьянской латышской семье Он еще в юности решил посвятить свою жизнь служению Богу А к 1944 году возглавил рижский епископат Владыко Иоанн понимал, что с приходом советской власти его скорее всего обвинят в сотрудничестве с фашистскими оккупантами Поэтому накануне вступления Красной Армии в Латвию, забрав Тихвинскую икону, он вместе с приемным сыном Сергием эвакуировался из Риги В Лейпайе бомбили этот пароход Но не попала ни одна авиабомба А вот когда они перебыли в Данцик, их бомбили уже американские бомбардировщики И там уже попадали Но икона осталась цела Это еще раз убедило верующих, что она непростая икона В течение последующих шести лет Тихвинская святыня странствовала по Европе Польша, Чехия, американская оккупационная зона Германии Русская православная церковь отправила в Германию делегацию Однако в последний момент американцы запретили ей въезд в свою оккупационную зону Потому что начались уже процессы холодной войны Союзники, по-другому воспринимая отношения у нас в нашем государстве с церковью Они в том случае оказали содействие тому, чтобы эти лица выехали за океан В 1950 году икона по фальшивым сопроводительным документам была переправлена в Соединенные Штаты, в Чикаго Где и находилась в Свято-Троицком соборе еще более 50 лет И мы стали налаживать переписку с Гарклавсом Тот сказал, я дал обет молчанию насчет этой иконы Я со светскими властями отношения иметь не хочу Надежды верующих на возвращение православной святыни стали обретать реальные черты только в середине 90-х Когда в Тихвинской обители вновь появилась монастырская братья А затем и Успенский собор был восстановлен и освящен И только 8 июля 2004 года икона наконец-то обрела долгожданный покой в родных стенах Успенского собора Тихвинского монастыря Мы ощущали, что именно Христос воскрес именно в этой пасхальной радости являлось возвращение этой иконы История счастливого возвращения культурных ценностей по доброй воле можно пересчитать по пальцам Чаще же этот процесс носит скорее добровольно-принудительный характер Как это случилось с домашними фотографиями царской семьи Чаепитие в собственном саду где прямо между статуями стоит автомобиль на котором приехала семья Романовых Великая княгиня на байдарке Пикник перед Гатчинским дворцом Это любительские снимки, которые они снимали сами Поэтому здесь они дурачатся Здесь они изображены во время завтрака Например, на одной из фотографий они удят рыбу Причем Великая княжна Ольга, например, изображена с босыми ногами что, конечно, не могло быть ни на каких официальных фотографиях Все эти фотографии представляют ту их жизнь о которой мы как раз хотели бы узнать больше но имеем мало представления Отто Хоффман был рядовым солдатом вермахта До войны увлекался живописью и, оказавшись в Гатчине, не смог отказать себе в удовольствии пройтись по императорскому дворцу На столе он увидел стопку фотографий которые он забрал с собой на память Любопытно, что в 1945 году его арестовали он находился некоторое время в советском плену и когда его освобождали, эти фотографии ему вернули потому что их сочли фотографиями его семьи Когда Хоффман умер, его вдова решила поправить свое материальное положение и лот из 33 царских фотографий выставила на аукцион в Женеве Однако фотографии случайно попались на глаза представителям нашего консульства Был заявлен официальный протест Этот лот был снят с аукциона и начались переговоры с супругой Отто Хоффмана и она изъявила желание передать их в Гатчинский дворец так что на данный момент это единственные подлинные фотографии из нашего исторического собрания Порой удается вернуть и те произведения искусства в существование которых сомневались даже эксперты музейного дела Скромный Тверской краеведческий музей не осаждают толпы туристов Между тем в его коллекции хранятся экспонаты не просто уникальные а поистине бесценные По времени, самое древнее, это эпоха Мезолита скажем так, 8-7 тысячелетия до новой эры Каменное ядрище, или как он назывался, нуклюз то есть мы четко можем сказать, что это наша вещь, тверская вещь Здесь же в фондах и уникальные предметы церковной утвари уцелевшие благодаря музейщикам в 30-е годы в самый разгар антирелигиозной борьбы В дни ожесточенных боев за город линия обороны проходила совсем рядом Здание музея было разрушено и спасти почти ничего не удалось Музей пострадал в годы войны основательно Мы потеряли 98% своей коллекции Несколько лет назад для тверских музейщиков стало настоящим потрясением известие о том, что считавшаяся погибшей коллекция цела Более того, ее готовы вернуть добровольно, безо всяких условий Более 500 артефактов Мы поверили, что есть на свете справедливости высший суд И, конечно, благодарны этим людям, которые вернули все это Как оказалось, все послевоенные годы экспонаты из Твери находились в Германии В семье потомков немецкого офицера, воевавшего на Восточном фронте и там же погибшего Имя этого немецкого офицера известно Однако семья, вернувшая коллекцию в Россию, просит его не называть У детей бывших солдат и воинов вермахта все-таки чувство вины еще сохраняется И, возможно, чтобы это имя, имя отца и не звучало в данном контексте как, в общем-то, это мародерство Это грабеж российского музея По образованию медик В гитлеровской армии он служил врачом Посылки домой в Германию отправлял в коробочках из-под лекарств заботливо завернув украденные в немецкие газеты датированные осенью 1941 года Некоторые вещи, совсем маленькие, кресты, он паковал в прорези картонок и прикреплял их медицинскими пластырями Вот из классических предметов археологии, собственно говоря, похищенных германским доктором топоры и тесла Ну, а особо ценным таким предметом в этой коллекции я бы назвала фигурный наконечник копья Это очень редкая вещь Рядовым солдатам и офицерам вермахта, воевавшим на передовой перепадали жалкие крохи А основные фонды, богатейшие коллекции вывозились целенаправленно в специальные подземные бункеры-хранилища Руководил процессом оперативный штаб Розенберга Так называемая военная гражданская администрация Министерства по восточным оккупированным территориям под руководством Розенберга Которая имеет свои оперативные группы и зондеркоманды И они как раз организовывают сборные пункты Куда сводится все, что подлежит картины, иконы, музейные предметы Розенберг, это ближайший был соратник Гитлера с 1933 года И он написал большую книгу об идеологии фашизма И там России уготована безумная роль Все, это не до человеки Их нужно лишить культуры Это его была идея Мы совершенно четко можем сказать, что это работа Гампса Здесь очень характерные черты для этого мастера Вот этот замечательный и совсем не маленький предмет мебели Долгое время считался утраченным в годы войны В 1944 году музейные работники со слезами на глазах Сразу после освобождения Гатчины Обнаружили вылающий дворец Разломанные предметы мебели Вывороченные камины Все это было ужасно Нашлось бюро спустя 60 лет после войны В эстонской глубинке В заброшенном сарае одного из хуторов Бюро увидел коллекционер Мейлис Мецемерт В таком состоянии вся фонировка отслоилась Ножки были разломаны Полочки сломаны Не было ни одной бронзовой накладки Во время реставрации на бюро был обнаружен штемпель Гатчинского музея-заповедника И Мецемерт обратился к российским властям С предложением купить шедевр Гампса за 100 тысяч долларов Министерство этим заинтересовалось Нашелся замечательный меценат Давид Ягабашвили Который после нашего подтверждения Выкупил этот предмет В процессе возвращения бюро Активное участие принимали двое Высокопоставленных сотрудников Министерства культуры Анатолий Вилков и Виктор Петраков Два человека, которые сыграли немаловажную роль в этом Которые ездили и торговались Предмет стола дороже, чем на самом деле было уплачено Вот они его уговорили Объяснили, что этот предмет украден Просьбы и уговоры не всегда действуют На нынешних владельцев ценностей Похищенных во время войны Гораздо чаще картины и скульптуры Возвращаются спустя много лет судебных разбирательств И выяснения отношений на межгосударственном уровне Среди рисунков автора на полях рукописи Евгения Онегина Покровитель торговцев и путешественников Меркурий Зачем Пушкин нарисовал Меркурия неведомо Но вот где он видел саму скульптуру Известно В Павловске Где она находилась полтора века С войны 1812 года До Великой Отечественной И наши при отступлении Они ее закопали Когда вернулись Она была изъята Куда она пропала Куда вывезена Никаких свидетельств не было Отыскать знаменитую скульптуру помог случай Меркурий объявился в конце 70-х На выставке флорентийского мастера Джамболонье Которая открылась в художественном музее Вены Сотрудник Западноевропейского отдела Эрмитажа Андросов Заметил надпись на русском языке На постаменте скульптуры летящей Меркурий Надпись гласила При Императорской академии художеств Воском изобразовал профессор Федор Гордеев Отлил мастер Гастыклу Доделал и чеканил Василий Можалов в 1783 году То есть фамилии русских скульпторов Он обратился к устроителям выставки Могут ли вы объяснить Он говорит, нет, эта скульптура появилась из города Граца В частном порядке, мы не знаем И она, ее в каталоге даже нет Но он нацепился за это Поначалу сотрудники Павловского музея Не были абсолютно уверены, что это именно их экспонат Ведь копий известной скульптуры Джамболонье За несколько веков создали много К тому же австрийцы настаивали Этот Меркурий не российского происхождения Он из Штирийского замка в городе Грац Обратились в посольство Австрии, в Москве Те год молчали, потом ответили Так что вроде напрасны ваши усилия Выясняют что-то Она стояла в усадьбе, что подтверждает дворник Значит, который ухаживал за этой скульптурой До военное время Однако сотрудники Павловского музея И специалисты Росохранкультуры Сдаваться не собирались Ведь там же потребовалось поднять все документы Начиная еще с дореволюционных Какие надписи? Где какая была реставрационная чинка? Эта скрупулезная работа помогла нам найти В нашем архиве реставрационный акт 1936 года Как раз там указано, что Г-образная прочеканка Левого колена должна быть И исследовали эту скульптуру Специальным рентгеновским аппаратом И который уже подтвердил в сантиметр в сантиметр Вот эту вот реставрационную заделку Когда запас аргументов у австрийской стороны Иссяк, они были вынуждены признать Что эта скульптура действительно была украдена нацистами И в 2005 году летящий Меркурий Снова оказался в Павловске На том самом месте, где его когда-то видел Пушкин Во время войны многие отечественные музеи Лишились не просто отдельных экспонатов А целых собраний Мы возьмем, наверное, одну из самых таких трагических потерь Это наша выставка временная Основный этап русской живописи Государственного русского музея Которая действительно была собрана со вкусом С пониманием качества предметов Ну, конечно, имена там были блестящие Там был и Врубель, и Маковский И Левицкий, и Боровиковский, и Репин К началу войны передвижная выставка русского музея Оказалась в Крыму, в Воронцовском дворце Алубки Часть коллекции пытались спасти Эвакуировать через Ялту Теплоход Армения, который должен был увезти эту выставку из Ялты Он был потоплен И, слава богу, для нас, конечно, еще не успели ничего там погрузить Полотна русских художников оказались в руках захватчиков За них началась самая настоящая драка между конкурирующими нацистскими организациями Любопытно очень, что среди этих спецслужб был не только штаб Розенберга Но и СС, это Анненербе, это наследие предков, да И это был СД, каждый старался себе захватить В итоге коллекция распалась Примерно 60 картин удалось обнаружить сразу после войны В Мюнхенском сборном пункте Вместо того, чтобы быть возвращенными Советскому Союзу Поскольку с оборотов этих картин находились метки и маркировки Государственного русского музея И даже были отметки оперативного штаба Розенберга Удостоверяющих о том, что эти картины были вывезены из Алубкинского дворца Но эти картины не были переданы советским представителям А были направлены в Австрию Картина Чернышева «Мальчик-столяр» из передвижной выставки русского музея После войны оказалась в американской зоне оккупации в Мюнхене Однако она не была идентифицирована Мальчик не был обнаружен в первые послевоенные годы И обнаружился только в 96-м году на одном из венских аукционов Русский музей его в тот момент не опознал Он был продан Похоже, что картина ушла куда-то за океан Впоследствии с покупателем картины пытались вести переговоры Но тот вначале запросил за нее несусветные деньги А потом и вовсе отказался от общения В чем трагедия? Вот этого мальчика, этого же, нарисовал еще один художник школы Венецианова То есть мальчик сидел, они рисовали Один справа, другой слева Вот его побратимый, он находится в Третьяковской галерее И, конечно, их объединить было бы спустя столько лет очень здорово Потому что это такой редкий формат, сохранившийся до наших дней Но будем искать, это называется Я не сомневаюсь, что он или поздно найдется Иначе сложилась судьба портрета художника Басина Работы Ореста Кипренского Его купил на аукционе американский миллионер Рональд Лаудер Сын владелицы модного дома Эста Лаудер Узнав о происхождении картины, Рональд Лаудер безвозмездно вернул ее русскому музею Я могу еще сказать большое спасибо тем зарубежным нашим друзьям, которые вернули предметы Тот же Рональд Лаудер, например, тот же самый Это их внутреннее было желание и их готовность идти навстречу Это, конечно, пример для всех успешных людей, которые ценят искусство и ценят справедливость До сих пор за границей несколько работ остается Будут ли они как-то возвращены, будут ли владельцы с ними расставаться Когда они поймут, что работы похищены были, отняты у законных владельцев Однажды к сотрудникам Росохранкультуры поступил сигнал о том, что в художественной галерее чешского города Брно Находится знаменитая картина Крамского «Портрет крестьянина» Они обратились к коллеге из библиотеки иностранной литературы Карине Дмитриевой Которая как раз собиралась в Брно по своим служебным делам Сказать, что я была потрясена, не сказать ничего Потому что картина, которая считалась утраченной в годы войны, оказывается Жила своей жизнью, жила в Чехии, в хороших условиях, находилась в музее Узнав, что это работа Крамского из собраний Русского музея Руководство Чешской Республики выразило готовность вернуть полотно И во время визита в Прагу президента Путина состоялась официальная церемония передачи картины Главы государств принимают решение о возможности вернуть какие-то очень значимые культурные или сакральные артефакты Той стране, из которой они были вывезены Автора пейзажа горы Вильчука при вечернем освещении в середине сентября Александра Борисова Называли первым живописцем Арктики Это безжизненные места, да, то есть это полярная ночь, полярный день Нинсовая температура и ничего от присутствия человека Его этюды, привезенные из экспедиции на крайний север, вызвали настоящий бум В 1908-м Александр Борисов первым из русских художников был принят президентом Соединенных Штатов Теодором Рузвельтом Основатель художественной галереи Павел Третьяков заплатил немалые деньги за картины Борисова Именно Третьяков, практически как только они были написаны, он их сразу же купил Он не часто такое делал, а тут вот он это сделал В предвоенные годы картина «Горы Вильчика» была передана из собрания Третьяковки в советское торгпредство в Берлине для оформления интерьера И в 1948-м году комитет по делам искусств просто списал ее из инвентаря, как погибшую во время войны Тем более вещь была в Берлине, Берлин, сами понимаете, как бомбили И допустить, что она окажется жива, ну, в общем, почти никто не мог До сих пор неизвестно, где находилась картина во время и после войны И как она попала на российский антикварный рынок Возможно, какой-то советский солдат нашел полотно на развалинах Берлина и привез его домой Обрадовался человек, увидев русский север в мае 1945 года И она так оказалась своим ходом, реституция такая, знаете, народная В 2006-м году коллекционер и меценат Константин Журомский Купил знаменитый полярный пейзаж и передал в дар Третьяковской галереи И телеграмма правительственная, ну, с благодарностью как бы за возврат вещей Это, конечно, тоже приятно, и на самом деле это очень важная составляющая То, что, ну, хорошо чувствует себя, совершив такой правильный поступок, наверное, на самом деле Пока российские специалисты восстанавливали интерьер янтарной комнаты На антикварном рынке появился фрагмент подлинной флорентийской мозаики Осязания и обоняния Украденный во время перевозки немецким офицером Вильгельмом Ахтерманом Это просто детективная история Даже немного сумасшедшая Я родом из Бремена А мужчина, который владел мозаикой, жил в 300 метрах от меня Сын немецкого солдата, которому мозаика досталась по наследству В середине 90-х годов попытался продать ее на черном рынке при помощи адвоката За мозаику просили 2,5 миллиона долларов После обращения сотрудников Росохранкультуры в дело была вынуждена вмешаться полиция Ахтермана стали трясти Ахтерман, конечно, делает вид, что он ничего не знает о янтарной комнате Просто он говорит, что он решил так продать этот фрагмент Потому что сейчас интерес к этому янтарю К этим пропавшим, исчезнувшим ценностям я решил заработать После нескольких лет судебных разбирательств Мозаика была возвращена в Россию Сегодня она хранится в особо охраняемой комнате-сейфе Со специальным микроклиматом Наряду с другими предметами из того исторического янтарного кабинета Ларцы и мелкие фигурки удалось эвакуировать еще до прихода немцев И даже сейчас, спустя 70 с лишним лет после войны Есть надежда, что здесь могут появиться другие подлинные экспонаты из янтарной комнаты Как ни парадоксально, эта надежда связана с педантизмом и скрупулезностью нацистских грабителей Вот этот вывоз, он и готовился очень тщательно И заработали специалисты очень высокого уровня Я уверена, что каждый предмет сфотографирован И что этот фотоархив вместе со списками где-то существует И даже допускаю мысль, что есть вне всякого сомнения Комната сохранилась Она существует И в ней, вот там в каком-нибудь из ящиков Лежит вся фотофиксация и описи тех вещей, которые они взяли из Екатерининского дворца Несмотря ни на что, они возвращаются Благодаря профессионалам и просто добрым людям Из музейных фондов и из частных коллекций Неважно того, что уже прошло столько лет, они нам дороги Это же является нашим приоритетом Возвращение таких предметов на их постоянное законное место хранения Потери должны быть восполнены Значит, предмет, если он исчез, он должен быть в свое законное место Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова